Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, рассказывает Раби Шалом Швадрон. Однажды он пошел к Котелю помолиться. Находясь там, он услышал шум и увидел байки заехать. Два байка заехала таких, соскочили два мужика в кожаных куртках с цепями такими. Каждый подошел, надел кипу на шею, подошли к Котелю, вытащил листок бумаги, что-то переговорили между собой, начертали что-то, сложили и сунули между камнями стены. Затем вернулись к мотоциклу и уехали с грохотом. Раб Швадрон, конечно, ему интересно, что это два таких не особо внешне одухотворенных человека. такое, ну, видно, что хорошие люди там. Ну, понимая, что это их личное письмо, он понимал, что это так и останется для него всегда загадкой. Неожиданно начался очень сильный ветер и прямо вот эта записка вылетела и подлетела к его ногам и раскрылась. И он посмотрел наверх, улыбнулся, сказал Адам Маидышу, спасибо. Открыл записку и прочитал. Пожалуйста, Бог, сделай так, чтобы Маккаби Тель-Авив попала в Лигу чемпионов. Конечно, в жизни есть более важные вещи, за которые стоит помолиться. Но надо понять правильно, что такое вот горячее, искреннее обращение к Богу показывает, что у человека есть, человек полагается на него, у него есть связь с ним. Она может быть еще не раскрыта, может сделана еще неверно, но она есть и она очень серьезная. Человек вот чувствует, вот он, да. В нашей недельной главе начинают говорить про имена, вроде бы только говорили в предыдущей главе. Зачем это, да? Говорит Ребе, что перечисление по именам, оно как бы подчеркивает уникальный характер каждого находящегося на земле. Показывают нам, для всех живущих и сегодня, что есть уникальный там характер одного, а есть еще и сумма общая. И Всевышний любит нас двух аспектов. Он любит нас каждого таким, как мы есть, каждую личность, да. И второго, как общность вот на земле, как мы находимся. И поэтому мы отвечаем, и за себя лично. Это наш отдельный разговор с Богом. И за то, как мы повлияли на внешний мир. Написано у пророка Ишаягу. Посмотрите наверх, посмотрите, кто сможет посчитать число звезд, а он каждую из них знает по имени. А в другом Медраше, Медраж Брешит Раба, написано, что уподобляет человека звездам. И тех, кого Всевышний опять же знает и по имени, и по совокупности. Можно продолжать это и дальше. Звезды кажутся нам очень маленькими там точечками на небе. Даже не освещают землю. Это никакое в сравнении с там солнцем, которое мы видим, не идем. Но на самом деле, каждая из них огромное солнце. Во много раз больше того, что мы видим. Каждая из них дается слепительный свет. Так и человек на земле. Вот это главный урок недельной главы шмот, который написали наши мудрецы. Так и человек. Смотришь даже к нам человека, может ничего особенного или там, но зная и присмотревшись, ты можешь увидеть, что в каждом огромный потенциал, в каждом человеке внутреннее сияние, уникальную душу, которую создал Всевышний, которую он видит. Всевышний видит. Поэтому у нас есть возможность сделать невероятные космические шаги вперед духовности. Этому надо следовать. Легче всего это сделать, когда в шаббат. В шаббат вообще надо по-любому, как бы не жил человек, как бы далеко, не дай бог, не отходил куда-то. Шаббат надо по-любому выделять из дней недели, как угодно выделять. И надо помнить вещь, которую сказали наши мудрецы. Ощущение Бога в шаббат усиливается. Отношение к нему более искренне. Воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь, вы увидите, как это совершенно может поменять все. Брахава от слаха, шаббат шалом. Всего самого-самого лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok